Здравствуйте! В эфире новости 1-го Карагандинского в студии Мирамгульсал Кимбаева. Коротко о главном. В Караганде возрастает ажиотаж вокруг повышения курса доллара. Вдове погибшего, спасая жизнь, утопающего несовершеннолетнего ребенка и двух женщин Сергея Махмудова обещают помочь с жильем. В Караганде зимой без отопления могут остаться 22 жилых дома. В шахтерской столице возрастает ажиотаж вокруг повышения курса доллара. После официального заявления правительства и Национального банка о том, что коридор иностранной валюты больше сдерживаться не будет и доллар пойдет в свободное плавание, цены в крупных супермаркетах начали меняться. Некоторые бизнесмены решили нажиться и закрывают магазины на ревизию. Похоже, карагандинцев ждет повышение цен. Если будут дорожать поставки, то и у нас будет все дорожать. Сегодня по городу ползут слухи о том, что вслед за увеличением курса доллара подорожают все продовольственные и непродовольственные товары. В обменниках толпятся люди. Курс валюты составил 252 тенге. При этом специалисты предупреждают – это не самый высокий показатель. Сейчас, с сегодняшнего дня, отменяется коридор. И курс иностранной валюты, в частности доллара и евро, будет формироваться за счет спроса и предложения на иностранную валюту. Убедиться, подорожали ли продукты и другие товары, мы решили лично. Для этого наша съемочная группа обошла ряд магазинов и опросила продавцов. Этот товар поступил по одной цене, поэтому мы продаем. Пока ничего, это самое. А если курс доллара будет расти, предположительно? Ну, это будет зависеть от того, как нам привезут поставщики. Никаких предпосылок нет, что цены повысятся там? Ну, и дальше будет видно, девушка. Вы можете ответить за завтрашний день, правильно? Вы что же захотите, наверное, чтобы у вас зарплата поднялась, допустим, на те же 30%? Посмотрим, жизнь покажет. У них по одной цене покупаем, плюс наши проценты, все. То есть вам не страшно, да? То есть вам не страшно, да? Нет, не страшно. Потому что во многих городах сейчас многие отделы закрываются на ревизию, там пересматривают цену. Нет, у нас такого не будет. Мы же с фирмы берем. Если у них дорожать, то и у нас дорожать будет. Между тем, не на камеру многие торговцы признают, что цены действительно повысятся. Но не сразу. Возможно, изменения будут уже завтра. Аймам Ренажа, Сулама Кулбеков, Арман Нартаев. Первый – Карагандинский. Вдове погибшего, спасая жизнь, утопающего несовершеннолетнего ребенка и двух женщин Сергея Махмудова обещают помочь с жильем. Такую заботу стали проявлять чиновники Бухаржираусского района. Напомним, трагедия произошла недалеко от поселка Ботакара в реке Балпаш примерно месяц назад. 38-летний сельчанин Сергей Махмудов, услышав крики тонувшего мальчика, бросился на помощь. Людей он спас. Но цена героизма – собственная жизнь. С момента героической смерти Сергея уже прошло около месяца. С тех пор Наталья и ее дети до сих пор не могут прийти в себя. Оставшись без кормильца, женщина уже не раз обращалась за помощью через СМИ. Все неравнодушные граждане откликнулись. Семье приносили кто что мог. В основном сейчас такую посильную помощь оказывает им данный момент. Это место работы погибшего Сергея. Но такая забота не может спасти вдову и ее малышей от проблем. Ведь самое основное – отсутствие жилья. Стены двухкомнатного дома так и не стали родными. У женщины нет никаких документов на него. И вот в момент, когда семья уже готовилась выселиться на улицу, пришла хорошая новость. Местный акимат Бухаржираусского района начал шевелиться. Они решили помочь семье оформить документы на жилье. Имущество, которое более семи лет находилось в их владении, они его содержали, оплачивали все коммунальные услуги. Согласно этой статье, они могут его через суд оформить на себя право собственности. Наталья уже начала собирать документы. Но женщину тревожит еще один момент. Она все еще ждет, когда же ее погибшему супругу поставят памятник и наградят посмертно. Чтобы моего мужа никто не забыл. Надо обязательно поднять, как обещали, дать ему героя. Он это заслужил. Чтобы обязательно кто-то занялся этим вопросом. Продлил его обязательно, чтобы это сделали. Чтобы через месяц не забыли люди моего мужа. Три дома в Караганде остались без отопления. Сегодня компания «Теплотранзит» совместно с Акиматом Казбекбийского района отрезали трубы, которые подают тепло в их дома. Всего по городу такие процедуры прошли в шести жилых многоэтажках. Со слов заместителя Акима района Казбекбий Бесена Усенова и работников теплоподающей компании такая же участь ждет еще 22 дома. Вот таким образом, отрезав кусок трубы, компания «Теплотранзит» и Акимат Казбекбийского района пытаются достучаться до жителей домов 7.2 и 3 по улице Сатыбалдина. Они не подготовили свои квартиры к отопительному сезону. Несмотря на развешанные заблаговременные объявления о сроках сдачи зданий, жильцы эту информацию проигнорировали, не сделали опрессовку и другие необходимые мероприятия. На прошлой неделе мы опубликовали объявление в средствах массовой информации порядка 28 домов, которые подлежат отключению. Сроки которых подготовки уже вышли. Жители отрезанного от теплоснабжения дома 7.2 по улице Сатыбалдина Александр Степанов считает, что в такой ситуации виноваты сами жильцы. Ну вот теперь, я думаю, все-таки мы соберемся, будет объявление снова висеть на подъездах. Все внимательно посчитают, надо собраться, решить эту проблему, ну и в целом, чтобы дошло. Отключение от теплотрассы произошло и в этом доме по улице Чижевского. Здесь жильцы прокомментировать ситуацию на камеру отказались, но при этом уверяли нас, что они к зиме готовились. Не когда они начнут проведение ремонтных работ, а когда они их завершат, получат акты стопроцентной готовности, после этого мы их бесплатно подключим. В ТО «Теплотранзит Караганда» есть несколько служб. Служба наладки, служба технического надзора, которые занимаются приемкой выполненных работ. Сегодня показательное отключение от отопительных сетей произошло сразу в трех районах нашего города. Это дома по улице Сатыбалдина 7, 2 и 3, Богдана Хмельницкого 20 и Чижевского 36. Такая же участь ожидает еще ряд домов в шахтерской столице. Жильцы многоэтажек могут остаться без тепла. Компания «Теплотранзит» и Акимат Казбекбийского района просят жителей поторопиться и привести наконец-то свои дома в порядок. Аймам Ренажа Сулам Акулбеков, Арман Нартаев, Первый, Карагандинский. КОНЕЦ В шахтерской столице в 2016 году появится новый хлеб-завод. Об этом стало известно в ходе заседания Координационного совета по вопросам государственной программы форсированного индустриально-инновационного бизнеса. Также на совещании был рассмотрен проект модернизации и расширения приозерской обогатительной фабрики. Тем самым за счет двух бизнес-идей в области будет создано около 300 новых рабочих мест. Строительство современного хлебозавода в Караганде позволит создать более 200 новых рабочих мест. Предприятие будет оснащено энергосберегающим европейским технологическим оборудованием. Обеспечит жителей города Караганды, Тимиртау и близлежащие населенные пункты высококачественной хлебобулочной продукцией. Пускай продукция более 12 изделий. Это начиная с древшиничных продуктов и заканчивая удобными своими изделиями. Проект модернизации и расширения приозерской обогатительной фабрики позволит создать около 50 новых рабочих мест. Предприятие планирует выпускать более 400 тысяч тонн концентратов цветных металлов в год. Заслушав представителя данного проекта на поселекторной связи, Акимобластин Румахамбет Абдебеков остался доволен. По состоянию на 1 августа текущего года в регионе уже реализовано более 60 проектов. Создано около 5000 новых рабочих мест. По итогам 7 месяцев запущенными проектами карты индустриализации выпущено продукции на 41,6 миллиарда деньги. Сергей Высокосов, Аим Америна, Жасулан Макулбеков, Арман Нартаев, 1-й Карагандинский. У каждой ошибки должны быть свои фамилии, имя и отчества. Чтобы потом легче было найти виновного, так образно считает депутат городского маслехата Тулеген Ашимов. Накануне отопительного сезона группа депутатов отправилась посмотреть готовые инвестиционные проекты и качество послеремонтных работ по благоустройству компании Караганды-Су. С ними был и наш корреспондент Сергей Высокосов. Осмотр подготовки объектов к отопительному сезону начался с презентации насосной станции «Западная» на улице Дубовской. Эта станция поставляет воду в поселок Актаз и часть Михайловки. По инвестиционной программе здесь было установлено менее энергоемкое оборудование и теперь потребление электроэнергии заметно сократится почти на 70%. А вода в домах карагандинцев станет поступать практически без перебоев. Это наша инвестпрограмма, которую мы защитили еще в 2013 году. И вот срок завершения, 15-й год, мы ее как раз завершаем. За последние три года в компании водного монополиста провели автоматизацию 80 с лишним водопроводных подкачивающих насосных станций. Это позволит наладить работу более качественно, ведь услуги предприятия Карамендесу имеют первостепенное значение. Без воды людям жить просто невозможно. Этот объект порадовал, потому что на данный момент мы видим, что водоснабжение поселка Актаз и Михайловка район будет улучшено. Будет из плюсов уменьшение потребления электроэнергии. Правда, без некоторых замечаний не обошлось. Ведь в рядах депутатов немало экспертов. Удивляет то, что только сейчас она начала внедряться. Можно было это значительно раньше внедрить и получить эту же экономику. Это, конечно, были свои проблемы переходного момента, может быть. Но дай бог, что уже начали это внедрять. Это уже хорошо. Компания Караганды-Су получает воду из канала Иртыш-Караганда, берющая свое начало из притока реки Иртыш-Реки Белый. В 2014 году забор воды из канала составил почти 70 миллионов кубических метров. В нынешнем году запланирована замена 60 километров водопроводных сетей по капитальному и текущему ремонту. По канализации задумали заменить 12,5 километров сетей, половину из них с помощью подрядчиков, а остальное своими силами. Объем работ, как видно, большой, поэтому и контроль должен быть на уровне, считают депутаты. Вот здесь, на улице Седова, а сейчас меняют водопровод. Работы длятся уже почти неделю. Из 1600 метров трубопровода к этому дню успели заменить четверть от общего объема. Раньше на этих сетях аварии случались до 30 раз в год, рассказывают коммунальщики. И это понятно. Все сети ввели в эксплуатацию почти четверть века назад. До начала холодов у нас еще осталось заменить 12 километров сетей. Поэтому эти будут работы произведены. Сейчас мы меняем основные работы. Это 800-ка в парке. В парке 1800 метров будет заменено до конца года. Под Джамбула 170. Там тоже будет 800-ка заменена. 340 метров. И 22-й водовод, самый аварийный кусок, будем менять за ХМК. Это 400 метров. Работы там уже наполовину сделаны. Качество работ и будущих услуг депутатов интересовали больше всего. Поэтому много вопросов было по технологии. И сегодня я сделал замечание, что не был приглашен представитель технического надзора, который должен все предоставить. И вся эта документация по технологии проведения этой работы должна, конечно, архивироваться. И мы сегодня предложили, чтобы они перешли на систему электронного архивирования. Чтобы мы уже через год, два, через десятилетия уже могли найти виновника. Важность этой работы понимают все. Ведь перебои с водой могут зимой привести к размораживанию сети частного сектора. Депутатам рассказали, что работа здесь ведется собственными силами и за счет своих средств. А как ведутся работы по благоустройству после укладки трубопроводов, тоже поинтересовались депутаты. Их волновало, чтобы разрытие ликвидировали вовремя и чтобы качество асфальта соответствовало. На сегодняшний день мы около 9 тысяч с половиной квадратных метров уже уложили. До конца года у меня еще где-то по графику около 2,5 тысяч. Но опять-таки, это я говорю на сегодняшний день. Мы как депутаты довольны тем, что мы увидели. Мы видим, что организация работает, что она выполняет планы, которыми задуманы. И то, что основная цель – это все-таки оказание услуг населению, качественных услуг. В то же время, чтобы спустя годы можно было найти исполнительные ремонтных работ, на случай, если вдруг обнаружатся грехи, коммунальщикам следует ввести электронное документирование и архивирование, считает депутат Олеген Ашимов. И тот же предупреждает, у ремонтных работ, как и у преступлений, нет срока давности. Это по СНИБам есть гарантийные сроки, а по тем нарушениям, которые допущены в технологии, срока давности нет и быть не может. Сергей Высокосов, Ислам Успан, Арман Нартаев, Первый Карагандинский. Казахстанское общество продолжает осмыслять план нации 100 конкретных шагов. Областной информационной группой уже проведены более 14 встреч с населением, на которых присутствовало тысячи человек. В областном филиале партии Нур-Отан состоялась такая встреча общественности города с председателем комитета по инвестициям и развитию Республики Казахстан Ерланом Хаировым. План нации 100 конкретных шагов – это план входа Казахстана в группу наиболее развитых стран мира, заявил президент страны Нур-Султан Назарбаев. Он предложил провести пакет радикальных пятиконституционных реформ, которые включают формирование профессионального аппарата власти. Этот план усиливает влияние граждан на власть, борьбу с коррупцией, реформу правосудия, а также укрепление национального самосознания, поднимает экономику страны. В рамках карты регистриализации Карагандинской области введено порядка 60 проектов на общую сумму 122 миллиардов сентября. Создано порядка 5 тысяч постоянных облачных мест. Казахстан расположен в Центральной Азии – одно из самых процветающих государств в этом регионе. Средняя зарплата в Казахстане значительно выше, чем в соседних странах, кроме России. План нации о современном государстве для всех работает и приносит плоды. Тому доказательство вступления страны во Всемирную торговую организацию. В Караганде проходит месячник борьбы с вирусным гепатитом. С 29 июля по 28 августа все желающие могут обследоваться на наличие данного заболевания в больницах города. Вирус распространяется очень быстро, и нередко его жертвами становятся люди с ослабленным организмом или имеющие какие-либо болезни. Заместитель главного врача по лечебной работе Карагандинского спеццентра Галия Карымсакова предупреждает, в последнее время все чаще регистрируются факты заболевания различными видами вирусного гепатита среди ВИЧ-инфицированных. Около 70% ВИЧ-положительных людей умудряются каким-то образом заразиться гепатитом. Случается это от безалаберности к своей жизни. Чаще всего несоблюдение личной гигиены и неразборчивость в половых отношениях приводят к плачевному, а порой и смертельному исходу. На сегодняшний день в нашей стране живут более тысячи человек, страдающие острой и около 6 тысяч хронической формами гепатита. Всего существует 5 типов этого заболевания, такие как А, Б, С, Д и Е. Каждая из них опасна по-своему. Нередко финалом этих вирусов может стать цирроз печени или рак. Личная гигиена, опять-таки здоровый образ жизни. Надо иметь одного, как это сказать, надо иметь одного человека любимого. То есть об ответственности, о половом воспитании тоже лишний раз нужно сказать о том, что нужно иметь одного партнера. Накануне ученики школ номер 35 и 37, как настоящие туристы, отправились в поход. Пять дней они будут находиться в палаточном лагере на территории санатория Жасалы. Дети должны показать свои способности адаптироваться в походных условиях. Подробнее в следующем сюжете. Этот поход – областной этап экспедиции. С 29 июня по 1 июля отдел физической культуры и спорта города Караганды командировал шесть команд кадетских классов города. Основной целью мероприятия было обучение детей навыкам туризма. В палаточный лагерь накануне отправились победители первого этапа. Кроме команд Караганды в экспедиции приняли участие команды Каркаролинского района и города Шахтинска. Дети уже знают всю кухню туристов. Взяли в дорогу все самое необходимое – теплые вещи, палатки, посуду, спички и фонарики. Учителя от них не отстают. Они так же, как и ученики, собрали походный рюкзак, как положено. Я себя оцениваю как средненачинающий. Тоже вместе с ними как бы и привыкаю, и работаю, и изучаю, и присматриваюсь, и учусь. Инструктор экспедиции уверен, такие мероприятия помогут детям закалять свое здоровье и подготовиться ко взрослой и самостоятельной жизни. Самостоятельное приготовление пищи на костре, выживание в палатках, вне зависимости от условий погоды. То есть, может быть, дождь, холод, жара, ну, различные условия погоды. Данное мероприятие приурочено к тому, чтобы приучить детей не только к самостоятельности, а научить их в дальнейшем, чтобы они могли, были подготовлены к жизни. Всего будут три призовых места. Победители экспедиции получат дипломы, грамотные и приятные подарки. Амина Смакова, Исламбек Аспан, Арман Нартаев, Первый Карагандинский. На этом все. Если у вас есть интересная информация, звоните к нам в редакцию по номеру 420649. Я с вами прощаюсь. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова